здравствуйте друзья я хотел сказать что я приобрел софтвор называется камтасе и вы наверное знаете многие я так понимаю но для тех кто не знает я скажу что это софтвор который записывает с экрана монитора и причем не только изображение пишет но и звук и в нем можно редактировать софт тоже то есть видео которое ты записываешь в нем можно редактировать это очень удобно для тех кто записывает ну например уроки которые ведет в частности может быть наверное еще что-то во всяком случае когда ты покупаешь этот софт он стоит 300 долларов но там есть образовательная лицензия для тех кто работает в образовании вот я воспользовался и за пол цены купил за 150 долларов значит есть у этого некоторая предыстория сейчас расскажу зачем нам этот софтвор есть некоторая предыстория состоящая в том что я все время думал каким образом можно в skype качественно записать разговор да ну есть всякие там добавки к скайпу и я пользовался и даже чего-то такое записывал но в общем знаете вот это из из серии поцелуй без любви но вот но не то вот и не получается так как хотелось бы и камтасию я пробовал сколько-то лет назад тоже но в то время у меня компьютер был более старый и все это было так сложно так медлительно такие большие файлы создавались при записи и так далее что я в тот момент на нее забил и вот пытался найти другие решения ну а сейчас меня компьютер получше может быть камтасия изменилась не могу сказать но но могу сказать что она стала намного быстрее хотя тоже в общем какое-то время там все это занимает но терпим вот поэтому думаю ну что же вот будем теперь записывать интервью с интересными людьми скайпе единственно что надо чтобы у человека было подключение хорошее вот сегодня понедельник вечер а в пятницу вечером я как раз записывал такой разговор с парнем ну где-то вот я через часок его вывешу в доступе а почему не в доступе сейчас потому что мне надо было уезжать там все это достаточно долго преобразовывалось там из одного формата в другой формат и я просто уже туда поехал не стал дожидаться вы увидите примерное качество но это качество при не очень хорошем подключении поэтому вот вот вы увидите как при очень хорошем подключении бывает но на самом деле если же мы будем записывать какой-то разговор то нам нужно будет хорошее подключение с вашей стороны у меня интернет очень мощный и я не не могу сказать что как бы там наш камкас подвести в принципе не может но в основном как бы все очень очень прилично происходит я предлагаю тем кто хочет поговорить как бы записать интервью какую-то историю интересную рассказать связанную с иммиграцией с какими-то интересными моментами которые его жизни произошли здесь а все-таки у нас канал про америку и хоть мы там и сужаем это до кремниевой долины но все-таки мы как бы понимаем все это шире у нас скажем процессы иммиграционные не ограничены не калифорнии не кремниевой долиной такие вещи как скажем там банки страхование покупки визы туризм я не знаю все что в голову может прийти значит это все не ограничено какими-то такими рамками штата или там части этого штата я на самом деле бросал такой клич в тот момент когда записал пару сюжетов с помощью других инструментов и у меня там даже было несколько человек которые говорили я готов поговорить вот но так вот не пришлось потому что я вел такую борьбу с этими инструментами которые не хотели работать все это откладывалось я очень извиняюсь перед теми кто как бы там говорит я хочу поговорить где в то что это все пропало потому что youtube менял какие-то свои фишки и вот вот то место где все это лежало они его аннулировали поэтому у меня просто доступа туда нет я бы сходил с удовольствием просто нет возможности так что друзья я вот всех приглашаю проявить как бы заинтересованность у кого есть конечно и в личку меня отписать по этому поводу там еще такой небольшой анонс хочу сделать что что-то сейчас глючит у ютюба в комментариях раньше я мог зайти в комментарии там у меня папочка такая была и они так вот по времени значит упорядоченно шли от последних там к первым и я мог спокойно заходить и комментарии которые есть отвечать на них сейчас этого нет там что-то сломалось и что-то очень странное просто какая-то такая похлебка эклектическая из этих комментариев разных времен поэтому у меня нет возможности отслеживать последние так что если это если кто-то что-то написал видео не из не из того что было сделано там вчера сегодня вот 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 буквально то что я просматриваю естественным образом а комментарии относятся к чему-то старенькому скажем так недельные трехнедельные месячные там годичные там и так далее давности я просто сейчас не увижу не только я я думаю что разные блогеры испытывают одно и то же неудобство я вот сегодня там с одним блогером обменивался как раз вот тоже неожиданно зашел разговор вот об этом будет очень неудобно стало вот я надеюсь что починят вот сейчас тестируют прям на людях на живых такая новая тенденция вот наверное и все так что друзья все с хорошими историями на броневик вот особенно интересует положительный опыт того как решаются проблемы потому что мы в целом себя позиционируем как полезный канал мы конечно и развлекательные немножко так скучно не было мы не занудны но в то же время конечно на первом месте мы ставим целесообразность и общественный интерес так что у кого есть чего то добавить к общественному интересу я буду очень рад и признателен и так далее я я не я не приглашаю пиариться в таком формате то есть вы можете предложить что-то и если я вижу что в этом есть как бы общественный интерес такой значительный то меня не беспокоит что кто-то пиарится но просто периодически поступают какие-то предложения пропиарить я как-то не я не в бизнесе пропиаривание по пиару и денег не беру и в общем все это как-то так не не без разницы чей-то пиар спасибо до свидания